Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, в чем отличие актора Павна от Карректор. И да, у меня уже есть аналогичное видео, но оно было создано в рамках такого-то мини-курса. Я же хочу сделать обособленное видео и немножечко поменять свое объяснение, чтобы оно было более понятным. Поэтому сегодня мы с вами разберем на примерах дословно, коротко, что такое актор, Павн и Карректор. Когда их нужно использовать, когда их не нужно использовать и так далее и тому подобное. Итак, давайте, в общем-то, с вами начнем. Итак, давайте сначала начнем с примера, который вы должны держать у себя в голове. Представьте, что вы находитесь на парковке, где много автомобилей и, соответственно, один автомобиль ваш. Ну и, соответственно, вы еще также на этой парковке находитесь. Так вот, актором здесь является абсолютно все, что расположено на парковке. Даже вы. То есть, все, что есть на вашей игровой сцене, берем там пример парковку, да, это все является акторами. То есть, допустим, вот эта штука актора, вот эта штука, вот эта штука, вот эта и так далее. Просто у них, да, у них, возможно, нет своего блюпринта, но, тем не менее, да, это все равно является актором. Все, что на сцене, это актор, запомните это. Единственное, что вот эти всякие штучки, да, это называется static mesh actor, но суть это не меняет, это все равно актор. Вот, static mesh, потому что у них нету здесь блюпринта. То есть, тут запомнили, да, любой объект на сцене, это у нас актор. Но, смотрите, бывают ситуации, что нам нужно в какой-то актор вселяться и им управлять. Возвращаемся, к примеру, с парковкой. Смотрите, из всех этих акторов есть один актор, и вы можете этим актором управлять. Соответственно, это уже тоже остается актором, но это является теперь еще и павном. То есть, опять же, еще раз, мы берем то, что все на сцене актор, но есть акторы, которые мы можем управлять. Соответственно, это уже павн. То есть, где-то там вдалеке, это, конечно, актор, но, опять же, в основе своей это уже становится как павном. Итак, в чем отличие тогда актора от Павна? Отличие в том, что вы, если вы законопослушный гражданин, вы не будете ломиться и управлять чужими машинами на парковке Они просто стоят, они просто есть, но вы можете управлять своим автомобилем, садиться в него, выходить и так далее Поэтому давайте мы эту штучку и сделаем Давайте правая кнопка мыши, blueprint class, давайте Павн, пропишем здесь BP, BP car, давайте так назовем Проходим сюда, опять же, да, это я как Павна создал, давайте я сюда прикреплю Как, кстати, понять, что у вас актор, павн, характер, это вот, если что, здесь, parent class, павн Если что, можно их также менять, нажимаем сюда класс settings, parent class, здесь видим то, что у нас, получается, тут можно ввести павн Итак, давайте мы с вами сделаем здесь какой-нибудь, ну, я не знаю, куб, это пусть у нас будет машина Давайте, назову здесь SM, static mesh, да, SM, car, предположим Итак, и давайте здесь еще также с вами сделаем камеру, прикрепим камеру куда-нибудь И давайте мы эту камеру чуть-чуть куда-нибудь сдвинем, потому что мы будем управлять нашим этим объектом Давайте скомпилируем, сохраним Сразу переходим в event graph, давайте вот это все удалим Вот, давайте правая кнопка мыши, и пусть мы будем этот, этим кубиком управлять Ну, банальная логика, давайте пусть будет на V, keyboard Мы будем, там, не знаю, давайте, add actor world offset, куда-нибудь вверх будем поднимать Давайте правая кнопка мыши, split, ну, давайте поставим здесь 4 Скомпилируем, сохраним, переходим на сцену BP car берем, кидаем сюда, то есть помним, да, что это типа нашей машины сейчас И тут, смотрите, если мы сейчас нажмем, то мы видим то, что мы играем за нашего, получается, персонажа Итак, есть два способа, как можно вселяться в павна, как управлять павном, как, условно говоря, садиться в вашу машину на парковке и управлять ей Смотрите, первый способ, переходим в BP car, нажимаем сюда на сам вот этот класс И здесь auto-possess player, мы ставим disable, ставим на player 0 Давайте скомпилируем, переходим в игру, запускаем Все, видим то, что мы играем теперь за наш вот этот вот кубик Я нажимаю клавишу W и вот он начинает у нас подниматься, я могу им управлять Это как бы первое Теперь второе, давайте мы вот это здесь отключим, disable Второй способ, переходим в BP for Person Character, в блюпринт нашего персонажа, именно которым мы играем И давайте здесь на клавишу 1, Keyboard, мы будем вселяться в нашу машину То есть, опять же, берем аналогию, как в GTA, вы нажимаете кнопку, да, и персонаж ваш садится в машину и начинает ее управлять Здесь есть такая вещь, как, давайте правая кнопка мыши, get player controller Здесь мы прописываем такую вещь, как possess, вселиться, сесть в машину Давайте это вот сюда И получается, в какого павна нам нужно с вами вселяться Давайте сделаем таким образом, здесь пропишем get actor of class Выберем и пропишем здесь BP car BP car, и теперь это просовываем сюда Компилируем, сохраняем, запускаем, заходим Я нажимаю теперь единицу, и все И я переселился в мою вот эту вот условную машину Если мне нужно из машины выйти, допустим, сейчас этого делать не будем, то просто делаю здесь unpasses Ну, это опять же уже нужно делать тогда в блюпринте моей машины Но, окей, теперь давайте я вам наглядно покажу отличие актора от павна В принципе, я думаю, что вы уже поняли, но давайте, так сказать, для закрепления Давайте я теперь сделаю таким образом, что я найду здесь этот BP car Я здесь его сдублирую, нажму Ctrl D И давайте напишу это BP Пусть будет уже, знаете как, давайте все-таки это будет не другая машина Какая-то на парковке, чужая, да? А пусть это будет просто какое-то колесо Просто какое-то колесо стоит и так далее Вы колесом управлять не можете Вы не можете в колесо сесть и им как бы управлять Вот, вы можете колесо, ну там, я не знаю, просто пинать его, двигать, да Но вы его им как бы не управляете Даже если вы его там берете, хватаете и тащите из стороны в сторону Но это не управление, то есть в привычном понимании Это просто у колеса, у колеса есть физика Поэтому мы здесь прописываем BP, wheel, пусть будет таким образом Заходим сюда Давайте здесь паренкласс поменяем на спавна, на актер Если что, так же, то же самое, справедливо, есть правая кнопка нажать, blueprint класс и здесь актер, да? Вот, давайте нажмем класс settings, parent класс, давайте поставим с вами на актер Reparent Все отлично Теперь давайте, единственное, чтобы мы могли как-то это все отличать Давайте мы поставим static mesh cube на какой-нибудь такой вот цилиндр, да? Колесо Компилируем, сохраняем Перекидываем теперь вот этот BP, wheel вот сюда, наше колесо И давайте теперь мы будем в наше вот это колесо вселяться Во-первых, если мы сейчас перейдем с вами в BP, wheel, то, что является актером Нажмем вот сюда Обратите внимание, что здесь auto possess player у нас здесь нет Ну, тут есть что-то типа похожее, auto receive input Давайте я нажму здесь player 0 Запущу Запускаем И мы видим то, что у нас все равно в колесо он не вселяется Окей Давайте здесь это disable поставим Теперь перейдем в blueprint нашего персонажа И здесь мы будем вселяться в наше колесо Давайте BP, BP wheel поставим Все, то есть давайте вселяться в колесо Компилируем, сохраняем И тут в принципе он уже нам дает ошибки, да То, что он не может вселиться в нашего получается актера Потому что видим, что здесь написано The pound to be possessed То есть в пауна только мы можем вселяться BP wheel это не паун Это у нас актер Давайте ради интереса мы просто поставим актер Сделаем здесь, пропишем паун Сделаем, скомпилируем Теперь я себе перейду в моего персонажа, нажму compile Все, у нас все нормально Перехожу, запускаю Да, запускаю, нажимаю единицу Все, вот я теперь управляю моим колесом Поэтому давайте я class settings Parent class я поставлю здесь на актер Обратно сделаем Вот, так получается Сейчас здесь скомпилирую Снова ошибки будут Ну, в общем-то все понятно Давайте здесь я верну BP BP получается car Да, BP car Все, скомпилируем, сохраним, все хорошо Но теперь стоит вопрос А что такое character? Вот смотрите, этот персонаж, которым мы играем Это является у нас character То есть персонажем В чем отличительная черта Character от актера, павна и так далее Отличительная черта в том, что у character Есть различные такие вот компоненты По типу character movement Если мы сейчас с вами создадим Правую кнопку мыши Blueprint class Character Ну, давайте BP BP char Видим, тут такой человечек уже сразу заходит Выглядывает Заходим сюда И мы видим, что здесь по умолчанию Уже у нас character movement Капсул коллизия Да, и так далее То есть вот этот character movement Давайте перейдем с вами в BP car Во viewport И давайте здесь, допустим Пропишем Character movement Нету такого Потому что, опять же Это у нас не character Здесь единственное, что у павна Есть такой компонент Как Паун Флотин Да, флотин Паун Мувмент Это что-то типа character movement Но с большой натяжкой То есть, ну, опять же То особо не заморачивайтесь Просто имейте ввиду Что у павна тоже что-то наподобие Такое есть Но, опять же Не заморачивайтесь Вот, если же перейдем В BP wheel Это у нас сектор Ну, тут, естественно Никакого у нас character movement У нас нет, да Так вот В чем преимущество Character Над павном И актером Преимущество в том Что я могу здесь В моего персонажа Давайте в BP character Во-первых Я могу в него здесь вселяться То есть, вот я вниз пролистал То здесь, смотрите Я, вот как видите Помните Могу здесь ставить Player 0 И вселяться в моего Вот этого character Это как бы То же самое Что есть у павна Да Но и опять же У характера есть Вот такой вот character movement То есть Что это вообще такое Давайте я вот это закрою Перейду в BP First Person character Чтоб заново не создавать Все эти вот Мэши, анимации И так далее Вот Это просто тоже у нас Parent Class У нас здесь тоже character Если мы сейчас введем Здесь character movement У нас здесь есть Всякие настройки Общие там Ходьбы нашего персонажа Там получается Бега Плавание Полета То есть, допустим Я могу сейчас сделать Таким образом Jump Z velocity Я поставлю Ну, давайте 5000 Предположим Скомпилирую Перехожу Я нажимаю прыжок И мы видим Что это прыжок В стратосферу Так, давайте теперь С вами Прорезюмируем И еще раз Коротко Итак, вот Это наша Парковка Все, что вы Видите на парковке То есть, в вашей Игровой сцене Это является Акторами Абсолютно все Потому что Все, что размещается На сцене Автоматически Становится акторами Да Вот Единственное, что Некоторые акторы Они могут иметь Блюпринт То, что мы с вами Создали Вот у нас есть Колесо То есть Блюпринт Он может там Симулировать физику Ну, я не знаю Запускать какие-то Триггеры Предположим Ну, тут уже сами Все, что угодно Можете сделать Акторы Это, в принципе Является Вот все, что Является на вашей сцене Но В актора Вселиться И управлять актором Нельзя Поэтому мы От этого колеса Мы его не трогаем Мы можем его пинать Там и так далее Но именно сесть Чтобы управлять им Мы не можем Но Есть у нас с вами Вот это типа Нашей машины Это у нас Павн В павна мы можем Вселяться Павна мы можем Управлять Когда это чаще всего Используется Ну, опять же Для машин То есть Когда Там в машину Садится ваш игрок То, соответственно Он управляет павном Либо, опять же Когда мы играем С вами в стратегии Какие-нибудь То там камера Выступает павном Потому что Камерой мы там Управляем Нам не нужно Чтобы камера Имела ходьбу Бег и так далее Как это есть У Получается Класса Карактер Поэтому в стратегиях Обычно камера Она является ролью павна Она просто управляется И, соответственно Все Ну и карактер Как я уже и сказал Это такая Как бы расширенная версия Актера и павна В частности Которого также Можно вселяться Без проблем Ну и который имеет Такой вот компонент Как character movement И этот компонент Отвечает за прыжки Там за всякие такие Ну, как бы удобные штуки Вообще В целом, конечно Это все можно Вот это все Сделать и в павне Можно это все сделать Но зачем Это как бы такой Геморрой ужасный Что прям вообще Просто жесть Поэтому вот В parent class Character Есть такая вот вещь Которая очень сильно Упрощает передвижение Вашим характером То есть, условно говоря Character это вы Машина, в которую Вы можете сесть Это павн Колесо какое-то забытое Которое просто Лежит нам на парковке Это actor Поэтому на этом у меня все Надеюсь, что я вам Дословно объяснил В чем как бы отличие Вот, поэтому Когда вы будете пытаться Вселиться в ваш вактор И у вас будут Какие-то ошибки выдаваться Да, ну, соответственно Имейте ввиду Что вы, скорее всего Вселяетесь куда-то не туда Вот, поэтому Не забывайте подписываться На канал Вступайте в закрытый Телеграм-чат Подписывайтесь на Boost Чтобы получать видеоуроки Которых не будет на YouTube Ну, а также Принимать участие В конкурсе Ежемесячном По розыгрышу Различных книг По геймдеву И по играм Вот, то есть Случайным образом Каждый месяц Я выбираю победителей Ну и все Увидимся с вами В следующих видео И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok